Страна фактически взяла курс на промышленную революцию. Госсоветом КНР обнародован новый проект под названием «Сделано в Китае 2025». И моя коллега Юлия Куц подготовила на эту тему небольшой сюжет. Юля, вам слово. Добрый вечер. «Сделано в Китае 2025» — это первый десятилетний план действий, нацеленный на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности. За основу взята немецкая стратегия «Индустрия 4.0» — идея о новой промышленной революции. Задача максимально оптимизировать работу промышленных предприятий и других сфер с помощью роботов, инновационных технологий и слияния с интернетом. Программа затрагивает 10 приоритетных отраслей. Среди них информационные технологии, аэрокосмическое оборудование, аграрная техника, а также станки и роботы с программным управлением. Остановимся более подробно на последнем пункте. Уже сейчас Китай стал крупнейшим рынком робототехники на планете. В 2014 году объем сбыта промышленных роботов в мире составил 225 тысяч штук. На Китай пришлось четверть всего, то есть 57 тысяч. Это на 55% больше, чем в 2013. Официальной статистики за 2015 год пока нет, но по данным специалистов цифра достигла 75 тысяч, то есть увеличилась еще более чем на 36,5%. И спрос на робототехнику продолжает расти. Согласно опубликованному плану, к 2020 году объем продаж произведенных в Китае промышленных роботов должен достичь 150 тысяч штук, а общее количество роботов в стране 800 тысяч, то есть увеличится вдвое по сравнению с концом 12-й пятилетки. К 2025 году эти два показателя должны составить 260 тысяч и 1 миллион 800 тысяч штук соответственно. Сейчас в Китае более 40 промышленных парков, специализирующихся на изготовлении роботов. Их общая площадь превышает почти 2000 гектаров. Отмечу, что речь идет не о простых станках, а об интеллектуальной технике и умном производстве, когда с конвейера будут сходить не штампованные товары, а сделанные по индивидуальным образцам. В этом производителям помогут интернет-технологии. Линия по производству газировки. Но это не обычное, а интеллектуальное производство. На одном конвейере можно делать абсолютно разные напитки. Что именно нужно клиенту, система узнает с помощью QR-кода. Отсканировав его, становятся понятны предпочтения каждого. Поэтому одновременно можно выполнить десятки индивидуальных заказов. Клиент из дома отправляет запрос, где указывает свои требования. В фантазиях себя можно не ограничивать. Компании готовы выполнить любое пожелание. Кока-кола со вкусом огурца, пиво с молоком или даже водка с беконом. Возможности интеллектуального производства позволяют осуществить самые безумные идеи. Дальнейшее слияние интернета и производственного сектора – задача вспомогательной программы «Интернет Плюс». Согласно ей, к 2018 году все города и поселки Китая будут пользоваться интернетом 4G. А в более 80% сельских территорий проведут оптиковолоконную связь. Через интернет можно будет управлять умными заводами. А люди вместо рутинных задач займутся более сложным инженерным или творческим трудом. Таким образом, к 2025 году Китай должен войти в число сильнейших государств с обрабатывающей промышленностью. К 2035 необходимо оказаться как минимум в середине этого рейтинга. А к 2049, когда Китайской Народной Республике исполнится 100 лет, она должна превратиться в крупнейшую индустриальную державу. Это конечная цель новой промышленной революции. Удастся ли выполнить столь амбициозную задачу, покажет время. Но все мы знаем, что однажды Китаю уже удалось совершить экономическое чудо. Коллеги. Спасибо, Юля.